Кейт Аткинсон. «Большое небо». Читает артист Владимир Голицын. До просветления я рубил дрова и таскал воду. После просветления я рубил дрова и таскал воду. Дзенская притча. Я за правду, и не важно, кто ее говорит. Я за справедливость, и не важно, для кого она или против кого. Малькульм Икс. Выход уходом. «А теперь что?» — спросил он. «Срочно сматываемся», — ответила она, сбрасывая элегантные туфли под пассажирское сидение. «Ноги отваливаются», — пояснила она и удрученно улыбнулась, потому что стоили эти туфли бешеных денег. Кому и знать, как не ему, он же за них и заплатил. Поту она успела снять и кинула на заднее сидение вместе с букетом. А теперь сражалась чаще из околок в волосах. Нежный шелк подвенечного платья успел помяться, как мотыльковые крылышки. Она глянула на него и прибавила. «Как ты выражаешься, пора мотать к чертям из доджа». «Ладно», — тогда в путь, — сказал он, заводя двигатель. И отметил, что она ладонью обнимает округлый живот, где вынашивает пока еще невидимого ребенка. Очередную ветвь семейного древа, прутик, бутон. Прошлое, — понял он, — в этот миг не засчитывается. Ценно только настоящее. «Ну, погнали», — сказал он и дал по газам. По пути они сделали крюк и заехали на перевал Роуздейл-Чимни, размяться и посмотреть на закат, что затопил бескрайнее небо, распахнутое роскошной палитрой, красным и желтым и оранжевым, даже фиолетовым. Такое небо требовало поэзии. Эту мысль он озвучил, а она ответила. «Да нет, зачем? Одного неба вполне достаточно». «Так приходит мудрость», — подумал он. На холме стояла еще одна машина. Пожилая пара тоже любовалась видом. «Великолепно, да?» — сказал мужчина. Женщина улыбнулась им, поздравила счастливую парочку с бракосочетанием, а Джексон ответил. «Вы не так поняли». На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться, и вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы — тоже люди. Они тоже хотят кушать, и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально, особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите как минимум автора и декламатора, купив лицензионную книгу.